Такая, думаю, интересная. Прикиньте, кайфую, крутую. Я хочу, чтобы они были у меня. И знаете, для меня недавно было открытие. Представляете? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. Сегодня я хочу вам показать свои покупочки. Может быть, даже еще покажу некоторые сочетания. У меня появились новые головные уборы, причем такие, которых я никогда раньше не носила. Ну, может быть, носила, но они были летние. Но давайте, раз мы начали с головных уборов, я сейчас о них вам и расскажу. Найдите теперь. Что вы все это? Так, один головной убор я взяла в... Где? Кто знает? Да, H&M. Стоит он сколько? Кто знает? 790 рублей. В общем, 800 рублей. У них очень много трендовых шапок. И даже, более того, вам скажу, я смотрела одного стилиста, и она как раз-таки говорила о модной, стильной, трендовой верхней... верхней... верхних головных уборов. И она как раз-таки показала эти шапки. Они очень идентичны известной какой-то марке. Даже по цветам, говорит. Даже по цветам скопировали. В общем, но... Пока я приучаю себя к модному трендовому стилю, я решила, что пока я не буду прям сразу без-зи-без дорогое все покупать. Тем более, у меня есть куда сейчас деньги вкладывать, да? И я поэтому купила эту шапочку в H&M. Вообще, красный мне идет. Она объемная такая. Сейчас очень модно, чтобы вот здесь было как бы больше объема, да? Чтобы она не была обтягивающая. И еще, чтобы она была такая вот широковатая. Сама по себе. Объемная такая шапка. Не очень прям большая, да? Но вот такая объемная. И чтобы здесь было место. Вот. И мне этот цвет нравится. И я как раз ее взяла обыгрывать свой черный пуховик. Обыгрывать свое черное пальто. Обыгрывать свой черный пуховик. Добро пожаловать в мой нерусский мир. Вот. И вообще шапки я такие люблю. У меня есть синяя шапка топ-топа, которую вы всегда спрашиваете. Вот подписывайтесь на мой инстаграм. Очень часто я в ней. Я ее люблю носить под свое пальто опять, пуховик. Под свой пуховик, пальто. Ну, как-то его можно и пальто назвать. Одеяло. Это такой ярко-синий. Может быть, кто видел. И вот эта синяя шапка с топ-топ до сих пор прям спрашивают, ну, где купила, где купила. Нравится очень, да? Я говорю, что я купила в топ-топ. Эту шапку я купила в H&M. Я бы купила все цвета, которые там есть. В принципе, я считаю, что она недорогая. Это нормальный ценник для шапки. Стоит она 790 рублей. Или 799. Короче, округляем 800. Так, дальше. Впервые, девочки, я купила себе берет. У меня Настя, мой стилист, она любит береты. Плюс стилиста, которого я смотрю, она тоже обожает береты. И берет это такой, знаете, можно даже сказать, базовый также гардероб. Потому что береты, сколько им лет уже, они все не вышли из моды. Они всегда актуальны. Они всегда делают образ более стильным. Ну, конечно, надо уметь носить эти береты, уметь сочетать и цвета, и все дела. Я купила берет себе синий. Потому что одна из моих стилистов, которых я смотрела, стоит он полностью шерстяной. 100% шерсть. Тоже в H&M они продаются. 100% шерсть. И все они стоят по 799 рублей. То есть по 800 рублей. Там был такой совет от нее, что если вы хотите свою какую-то старую шубу, да, придать ей какой-то новой стилистике, каких-то новых красок и быть при этом модной, то шубу можно сочетать, например, с беретами. Потом есть еще кожаные береты. Есть, вот еще покажу шапочку, которую я купила. Но я ее купила в Страдивариусе, да. Вот. Можно сочетать с кепками. Кепок у меня много. У меня целая коллекция всяких этих кепок, но вот таких вот, которые ценны мне кепки, да. Вот, например, это кепка из самого Лондона. У одного своего знакомого старого ее отжало. Он тоже коллекционировал кепки. И я когда увидела, что у него куча кепок, я говорю, задари. И вот выбрала вот эту кепку. Она такая черная с серебристым. Тоже такой цвет хороший. Но я еще хочу себе кепку какую-нибудь классную, крутую найти, чтобы она была полностью черная и какой-то минимальный был рисунок там или принт беленький. А можно вообще чисто черную какую-то хорошую кепку. В общем, под шубу, например, да, или под пуховик, если правильно стилизовать, очень клево будет смотреться кепка, как я уже сказала, да. Кепочка. И у меня один из моих образов уже, я его делала, могу здесь показать, вставить либо картинку, либо что. И девочки тоже заценили, что очень клево. Я была в худи белой своей. И был пуховик у меня сверху. И вот эта кепка. И это был вообще мега образ. Он мне очень нравится. И я хочу вот в таком стиле стилизовать как можно больше вещей. Также под шубу свою норковую, да, голубую, так как она у меня такая серо-голубая, я решила взять берет. Берет мне тоже очень идет. У меня, кстати, есть пост в Инстаграме. Я его сделаю уже к этому времени, к этому видео. Я нафотографировала себя в разных беретах, и там спрашиваю, какой берет мне больше идет. Вот. Но там синего не было, потому что синий я уже купила. А то другой, под образ я подбирала. В общем, немножечко вот так на бочок беретик. Я еще только учусь, как его там правильно носить. Ну, в общем, такой вот немножечко. Вообще и береты можно носить по-разному. В зависимости еще от вашего типа лица, да. То есть вот у меня такое лицо, что я могу носить его так, да. Если у кого-то круглое лицо, то берет, ну вот, смотрите, как он смотрится на мне, да. Такая милашка. Вот шуба сверху я уже на стиле, да. На серьезном стиле, не то что раньше. А если круглое лицо, то берет можно носить вот так вот, вытаскивая волосы. Вот так передние, да. То есть, ну и здесь поправить там его правильно как-нибудь. Вот. И носить его, в общем, вот так. Ну, даже я так могу носить. Челку вытаскиваю. И еще, в общем, под разные лица по-разному можно найти в интернете много разного всего, как носить береты. В общем, берет я решила купить. Я его поношу, посмотрю. Он теплый. Он вообще для теплого времени года. И заценю. И так же сейчас очень трендовая и модная верхний головной убор. Это панама. Одену, покажу. Она еще двухсторонняя. Я ее купила в Страдивариусе за 1300 рублей. Сверху она здесь кожаная. А можно ее, кстати, еще и вот так делать. Размер М на ней написано. Можно еще вот так делать. Это уже другой какой-то, да, образ. Вот, и так же можно вот эту внутреннюю убрать. Сейчас гусиная лапка очень модная. В общем, вот так. Ее еще можно одевать, да, другой стороной. И так же отворачивать. То есть вообще куча разных вариантов, как можно ее носить. Мне этим она понравилась. Также я вспомнила, что моя подружка как-то увидела, что девочка идет в такой панаме, Любочка, да, и она говорит такое, о, какая классная панама, я хочу себе. Я, честно говоря, думала, что они уже не в моде, эти панамы. Только я думаю, интересно, ну, надо присмотреться, да. И когда я уже начала, то есть прошло время, много времени, я так забыла эту тему. Я думала, они раньше были модные панамы, у меня летом как-то была панама. Я помню время, эти панамы были вот модные, да, вот так вот ходить. Типа, еще даже до песни между нами тает лед. Вот. И когда я уже начала общаться со стилистами, когда я уже начала, я подписана в Инстаграме на очень много стилистов разных. То есть я в раз подписалась, не знаю, мне кажется, у меня штук 50 там уже. В Ютубе я нашла одного стилиста, который мне очень нравится. Я прям ее смотрю, захлеб, пока все ее там, видео не пересмотрю. Мне вот именно нравится. Она не всем нравится, но мне она нравится именно как она преподает, можно сказать, да. Вот. И она как раз таки рассказывала о том, что вот таким головным убором, трендовым, модным, можно тоже обыграть нашу шубу. И этот головной убор очень модный, и вы будете в нем мега стильной. И я подумала, мне такая панама нужна по любасу. Вот. И в Страдивариусе можно ее взять вот так вот недорого, чтобы вообще хотя бы для начала понять, ваш ли это головной убор, нравится ли, и как часто вы будете его носить. В общем, теперь у меня вот такие головные уборы. Ну, шапок вот таких у меня, конечно, много, всяких разных цветов. Я показывала в прошлом видео. Но добавились еще, пожалуйста, берет. Если я его буду носить, я, наверное, куплю тоже все себе цвета. Если мне понравится панама, я уже ее носила, мне тоже понравилось. Я тоже носила в определенный стиль. Я не знаю, будет ли фотка, вставлю, если что. Ну, и кепка, кепку хочу себе еще какую-нибудь. В общем, вот такие головные уборы модные. Дальше. Мне очень нравится многослойность. Я уже рубашку эту носила, я ее уже постирала, и все никак не смогла отгладить. Блин, надо ее отгладить утюгом, а не моим отпаривателем. В общем, я ее гладила-гладила, потом положила, в общем, она опять помялась. Это биржка, это мужская рубашка белая, в мужском отделе я ее брала, размер S. Мужская маленькая, да? Ну, то есть для меня она получается нормальная. Я очень видела много образов многослойности, где как раз-таки черная водолазка и белая рубашка. Такая вот свободненькая. Ну, мне Настя стилист посоветовала брать ее такой немножко оверсайз, как раз-таки очень классно брать ее в мужском отделе маленького размера. У них и модели такие прям вот классические, строгие, ровные. В общем, я выбрала в биржке, да? Надо ее только отгладить, а руки все до утюга не доходят. Я ненавижу, честно говоря, гладить утюгом с детства. Не помню, сколько стоит. Интересно. Я обычно цены не отнедозапоминаю. Реально просто я не помню, сколько она стоит. Между тысячей и двумя тысячами, по-моему. Я не помню. Реально, извините, девчонки. Короче, белая рубашка классическая, мужская, в маленьком размере для стилизации многослойности. Именно то, что мне нравится. Но я думаю, что белая рубашка это вообще как базовый гардероб. И я думаю, что я со многим смогу ее сочетать. И зимой, и летом. Так, заговорили мы с вами о водолазке черной. И я наконец-таки купила себе водолазку черную в Юникло. Это не просто водолазка, это 100% шерстяная водолазка. В Юникло это тоже я у стилистов много слышу. И Настя, и стилист моя другая, которую я смотрю, они все советуют. Да, 2 999. Цена водолазки. Сейчас я посмотрю. Шерсть, не шерсть, что там. Да, 100% шерсть сделана в Камбодже. Made in Камбоджа. По-английски wool, это у нас шерсть. Сверхтонкая шерсть Merino называется. Да, стилисты советуют Юникло, он очень нравится. Магазин этот именно тем, что у него есть и кашемир, и есть очень много шерстяных, хороших, качественных вещей. И, в общем-то, рекомендуют все время. И вот я купила размер S. Просто классическая, обычная, как раз на зиму, теплая водолазка. Ой, девочки, перепутала. Смотрю сейчас, что размер M я взяла водолазки в Юникло. Специально, чтобы она не была мне в обтяжку. Я решила вообще, кстати, брать все водолазки чуть-чуть побольше. Иначе они очень-то сильно обтягивают. А это, кстати, не очень хорошо. Видно все недостатки. Поэтому M я взяла вот, а говорю S. Вот я ее буду стилизовать вот так вот. С рубашечкой. Что-то должно получиться интересненькое. И также в Юникло я купила себе вот такие джеггинсы темного размера. Я уже их заносила. Они реально под много что подходят. Размер S. Цена в магазине у них 1999 рублей, по-моему. Они мягкие. Они даже размер S, они такие свободноватые. Что мне понравилось, что на зиму не просто впритык, как, например, в Калзидоне я покупала, да. Впритык ты одеваешь, и ты уже ничего туда не подденешь под низ. А вот эти, они неутепленные. Они без начеса. Но под них можно еще одеть теплые колготки. Да, потому что они очень хорошо тянутся. Смотрите. И очень вот в этом смысле прям легкие. Вот. Ну, в Калзидоне я брала, конечно, пушапы. Может быть, поэтому туда, как пушапы, они же поддерживают, делают еще фигуру, как бы стягивают. Туда не предусмотрено, наверное, даже колготки под низ одевать. Но, тем не менее, в общем, вы поняли, да. Эти свободноватые. Так, в Юникло я еще купила... А, носки, это я в том видео показывала. Да, я всегда там беру носки, мне очень нравятся. Я покупала белые короткие с силиконом, прям вообще best the best. И сейчас купила под мартинсы, черные, завышенные, кайфую, крутую. Нравится. Поехали дальше. Так, брюки купила себе. Брюки манго, вот такого цвета. Мне вообще сейчас очень нравятся вот эти вот все цвета. Я тоже уже их заносила, я уже их пару-тройку раз одевала. Мой размер 36 евро. Евро 36. Что могу сказать? Классные брючки подходят под много, они немножечко такие, немножечко укороченные. Тут вообще была стрелка. Но я их погладила, чтобы стрелки не было, чтобы не заморачиваться с этой стрелкой. В общем, прикольные такие классические, вот такого песочного, да, наверное, это песочный цвет. И я их брала специально под свою обувь, под рыжий-рыжий глазокисовый. Вот такой вот еще купила свитер Stradivarius. Он укороченный, он свободный, oversize такой. И я прям его взяла, вы знаете, мне прям нравится. Хочется и под платье его носить, с завышенной талией брюки. Мне прям нравится. И цвет вот этот мне очень даже идет. У меня есть еще одна такая же кофточка из чистой шерсти. У фирмы Next, по-моему. И вот такую я еще решила взять. Она другая, та немножко в обтяжечку, а эта прям такая свободная-свободная. Мне прям нравится вот этот цвет очень. Все написали в инстаграме, что мне этот цвет идет. Вот, да, Stradivarius. Цена такой кофточки в магазинах 2 700 примерно. Где-то, по-моему. А, как я еще часто говорю, 100% акрил. Ну, здесь 80% акрила и 30% палестра. В общем, незавидный такой состав, честно говоря. Я люблю больше шерсть, там, может, хлопок. Ну, это такое. Ну, цвет хороший, модель хорошая. Так, перчаточки малому купила. Красненькие. Барежки, точнее. Барежки, барежки. Так, еще не открывала. Faberlic. Как вы знаете, я люблю там все покупать. Я купила там еще одни лодочки. Теперь у меня есть черные классические лодочки. Я там купила бежевые классические лодочки, которые я вам показывала. Мне очень понравилась там колодка. Поэтому я теперь купила черные этой же фирмы, этого же размера. Потому что знаю, что у меня все прекрасно село. Вот такие вот они красивые, сделанные под крокодила, что ли, или под кого, не знаю. Очень классный размер, 37 у меня. Я прям кайфую. Да, я в каблуках, конечно, немного куда хожу, особенно зимой сейчас, да. Но я хочу, чтобы они были у меня, потому что это классика. И красные хочу себе тоже заказать, пока они там есть. Еще заказала водолазку вот такую. У нее 78% вискозы, 14% акрил, 8% эластан. И знаете, для меня недавно было открытие. Такое темно-коричневое и с полосочками. Что вискоза это не натуральный материал. Соряете? Я думала, что это натуральный материал. Я думала, что это хлопок, только более какой-то такой утонченный. А недавно прочитала, мне кто-то говорит, да нет, это не натуральный материал. Это типа хорошего качества, ну, синтетический материал. И мы начали читать что-то в интернете. И походу, да, напишите, кто знает, что про это. Походу, да, это типа самый такой качественный, синтетический, один из самых качественных синтетических материалов. Вискоза. А я, блин, вижу на полках вискоза. Вот что значит человек, не образованный в каких-то вещах, да. Вискоза, я думаю, натурпродукт, берем. Все, для меня вискоза, прям это нам в ванной теперь. А теперь нет. В общем, вот такая вот водолазка. Многие стали мне говорить, что я как связалась со стилистом, так сразу начала носить водолазки. На самом деле, потому что, да, потому что это сейчас тренд. Во-вторых, это очень удобно стилизовать вот водолазки, да, чтобы создать себе какой-то стиль. И под многослойность, и под брюки завышенной талии, и под платье. Ну, просто водолазки, базовые водолазки, наверное, вообще нет ничего. Наверное, лифчик только бежевый. В общем, вот такая вот она, коричневая, темно-коричневая. С какими-то такими вот, знаете, интересными вот вкраплениями, видите. Такая полосатенькая. Не помню, как называется этот. Как это называется, когда она вот такая полосатенькая. Гофрированная или что? Что-то типа того. В общем, мне этот цвет понравился. Она тоже такая прямая, простая. Цены здесь нет. И я не помню, представляете, сколько она стоит. Ну, может, тысячу или полторы. Что-то такое. Так, да, Фаберлик вот это я заказала. А, еще я заказала у них бежевый без ничего лиф. У них все лифы, которые я ношу, вот прям затаскиваю. Это я брала в Фаберлик. И просто я беру свой размер. У меня 75B, четко. Все, ни разу не было такого, чтобы пришел 75B и где-то давил, где-то не налазил, где-то было большое или маленькое. Все просто идеально. Поэтому я прям Фаберлик смело беру свой размер и все подходит. У меня очень много белья оттуда. И, ну, никогда я не брала себе, представляете, белье вот это вот без ничего. Бесшовное, типа, без всяких рюшечек. И сейчас хочу взять и черное, и белое, и бежевое. Вот заказала бежевое. И, к сожалению, на момент, когда формировали уже заказ, оно на складе закончилось. Должны вернуть денежки. И я попытаюсь сделать еще раз повторно заказ. Возможно, к тому времени я уже за красными пойду. Не знаю, я вот так вот их по одному покупаю. Нет, чтобы все с копом взять, да? Ну, я решила так. Так, и что еще? Что еще хотела сказать? Есть каталог, как всегда. Каталог, каталог. Пацану носки купила в H&M. В H&M, кстати, я очень люблю покупать носки мелкому. И все носки, которые я покупала, они до сих пор в очень хорошем качестве. Раньше брала носки в другом месте. И все время были катышки какие-то. Все время приходилось выкидывать через какое-то время. А вот носки из H&M, они у меня прям служат очень долго. Сколько их не стираю. Нет никаких катышек, ничего. И кто-то мне из подписчиц, кстати, их посоветовал когда-то. Так что я вам тоже рекомендую. Хорошие. Особенно такие, сейчас я беру ему уже без антискользяшек, да. А вот у них там есть такие белые, серые, синие, черные. С антискользяшками для маленьких самых. Вот они крутые. До сих пор как новые. В H&M, кстати, я сдаю вещи. Ну, такие, которые, знаете, уже никому не отдашь. Вот. И мне все время дают скидочки по 15%. На один товар это оказывается. Я раньше думала, что на весь чек типа скидка 15%. Нет, они дают эти 15% на каждые 3 вещи, которые вы в пакете принесете. Я раскладываю по пакетикам все, например, 2 или 3 пакетика там можно за раз. В каждый ложу по 3 вещи, отдаю им, и они мне дают, например, там 3 купона по 15%. И вот, например, я беру носочки, деньги, да, вот они стоят 600 рублей. И они мне пробивают с купоном, даю купон 15% дешевле. Соответственно, и берет я купила так, и шапку красную я тоже купила так, со скидкой 15%. И вот такая куртка у меня еще появилась. Я не рассказывала вам в инстаграме, я ее заказала. В инстаграм есть магазин, я ссылку оставлю его под видео. Там очень много базовой, классной, очень качественной одежды. Цены, я скажу, что там не дешевые, и куртка эта далеко не дешево стоит. Но она брендовая, то есть это, по-моему, польский бренд, насколько я помню. Смотрите. Очень качественная одежда, и там очень много базовой одежды. Вот такая куртка, она оверсайз идет, джинсовая. Мне понравилась в бежевом цвете, понравилась в бежевом цвете, но там еще есть джинсовая классическая и черная. Смотрится очень круто. Ну, я ее, честно говоря, заказывала давно, и она пришла, потому что там немножко времени надо, чтобы пришли вещи. Какие-то есть в наличии, а я заказывала эту куртку, ее не было в наличии. Поэтому я ее ждала, и она пришла, и у нас резко похолодало. Я ее, когда заказывала, еще было тепло. В принципе, сейчас, так как у меня все вещи оверсайз, это пуховик, это пальто, в принципе, я могу как-то стилизовать так, что и ее одеть, а сверху свое вот это вот все огромное, и мне ничего нигде не будет давить, все везде будет влазить, да. Вот, только надо пока найти, как вот стилизовать. Может быть, Настю попрошу, чтобы она мне помогла. Вот, все полезные ссылки я оставлю под видео, Фаберлик, магазин, вот этот я взяла. У них там есть и шубы, и обувь, и сумки. Реально, девчонки, прям вот кто любит хорошее качество и, как бы, хороший бренд. Да, он может быть малоизвестный, но он хороший, да. То есть, там в этом магазине не дешевая одежда, сразу повторюсь, но она классная, и она трендовая, модная. Цвета все модные, трендовые, сами модели модные, трендовые, поэтому загляните в магазинчик, если вы любите заказывать через интернет-магазин, то вот в Инстаграме этот хороший магазин. Кстати, я продолжаю делать покупки, и будут еще видео, потому что еще нужно перебрать много. Я избавляюсь от того, что было, и поступает теперь ко мне одежда более качественная, более такая базовая, да, и по цветам, и по фасону, для того, чтобы превратить мой гардероб прям уже в нормальный, качественный, я имею в виду, для создания образа. Так, все? Все показала вам? Все, пора бежать за мелкими. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео вам понравилось. Если так, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось из моих покупочек. Носите ли вы береты? Знали ли вы о таких вот трендах, да, как вот эта вот Панама, о том, что кепочку очень прикольно носить под, под что? Под шубу, да, я никогда об этом не думала. И как вы относитесь к беретам, да, очень интересно. Носите и сколько у вас беретов, каких цветов? Напишите в комментариях. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok